Продолжение следует... И, на мой взгляд, его слова здесь не поддаются произвольному толкованию. Перед тем, как мы это обсудим, я хотел бы сказать несколько слов от себя. На наших каналах на Дзен эта тема поднята уже очень давно, более двух лет назад. И рядовые коммунисты написали об этом уже тысячи и тысячи комментариев. Зюганова прямо называют соглашателем, и это еще и самое мягкое выражение в его адрес. Есть куда покрепче. Практически все убеждены, что Зюганов не думает о народе и не думает о партии, а думает только об одном – как сохранить свое кресло в Госдуме. И ради этого занимает пропутинскую позицию. Но это именно разговоры в комментариях. Лично я, как блогер, еще не выставался по этому поводу, и, по-моему, об этом свое мнение не высказал еще ни один серьезный блогер, за исключением разве что Максима Шевченко. И вот это, наконец, прозвучало. И прозвучало из уст блогера-миллионника Андрея Караулова. Напоминаю, на его канале более 1 миллиона 600 тысяч подписчиков. Для сравнения, у самого популярного блогера-коммуниста Николая Бондаренко. На всех его каналах сейчас подписчиков все же несколько меньше. Порядка полутора миллионов. Также нужно отметить, что Андрей Караулов далеко не радикал. Его материалы в интернете всегда выдержаны. И он, как говорится, никогда не переходит на грани. Тем не менее, это, наконец, прозвучало. И не исключено, что это может сыграть очень серьезную роль. Ролик называется «Как убить партию». Последней каплей, переполнившей чашу терпения Караулова, стала встреча Зюганова и остальных руководителей партий, якобы победивших на этих выборах. Встреча с президентом Российской Федерации Путиным. Как известно, на этой встрече Зюганов признал итоги выбора, поздравил Единую Россию с победой и даже призвал защитить Элу Панфилову от западных санкций. Это при том, что в КПРФ никто не верит в победу Единой России. Впрочем, как и все нормальные люди. И Караулов детально рассказал, как рядовые коммунисты восприняли эту с позволения сказать позицию Зюганова. И зачитал массу смс-ок от них. И думаю, понятно, какого содержания. Также он добавил, что многие рядовые коммунисты начали выход из КПРФ. Также он отметил, что уже обсудил создавшую ситуацию с Николаем Платушкиным и Николаем Бондаренко. И он очень надеется, что они в самое ближайшее время выскажут свое мнение по данному вопросу на его канале. Больше всего же Караулов, во всяком случае на мой взгляд, возмутило то, что Зюганов поздравил Единую Россию с победой. Вот как он об этом сказал. Геннадий Зюганов поздравил Единую Россию с победой. Прозвучало. Всем своим видом он показывал, что он с президентом. Мы о фальсификации и все ольфа-фальсификации ждали от Зюганова каких-то слов серьезных. Не в проброс про электронное голосование. Одной фразой я делал чисто формально. Нужно было что-то сказать. И все. По мнению Караулова, произошедшее означает политическую смерть Зюганова и политическую смерть Компартии. На его взгляд, Зюганову следовало отказаться от своего мандата в Госдуму. И также это следовало сделать и другим, вновь избранным депутатом Госдумы коммунистом. Отказаться и потребовать пересмотра итогов выборов в Госдуму. И на его взгляд, Путин и компания, в создавшихся обстоятельствах, на это вполне могли бы пойти. Особенно на фоне того, что в результаты выборов никто не верит. Вот тогда к руководству КПРФ было бы и доверие народа, и доверие рядовых коммунистов. Но этого не было сделано. Напротив, было сделано прямо противоположное. Что здесь можно сказать? Первое. Я категорически не разделяю пессимизм Андрея Караулова. Из того, что произошло, есть очень простой выход. КПРФ нужно просто избрать себе нового руководителя. Руководителя решительного и пользующегося доверием. Как рядовых коммунистов, так и простых людей. И это не очень сложно. На эту роль вполне подходит Николай Платошкин, Валерий Рашкин. Или, как самый радикальный вариант, Николай Бондаренко. Второе. КПРФ очень нужны перемены внутри партии. И перемены как практического характера, так и теоретического. И шанс их осуществить, наконец, появился. И это тоже, думаю, очень хорошо. Третье. Перемены теоретического характера. На мой взгляд, КПРФ нужны даже больше, чем перемены характера практического. Напоминаю, я уже не раз говорил и буду говорить, что я не считаю КПРФ коммунистической партией и не буду ее считать таковой до тех пор, пока она официально исповедует так называемый научный коммунизм. И именно это главная проблема партии. Научный коммунизм. А даже не Зюганов. Скажу об этом несколько слов. Научный коммунизм не имеет никакого отношения ни к науке, ни к коммунизму. А это изначально, насквозь лживое, оппортунистическое учение, разработанное по личному поручению Сталина еще в 1933 году академиком Василием Стровым. И цель этого учения была тогда одна. Да практически она такой остается и сегодня. Ее цель была скрыть то, что Сталин предал дело коммунизма и левое дело вообще. И создал в Советском Союзе не социалистическую систему, а политарную. Мой подробный ролик о том, что такое политаризм, будет на конечной заставке. Кроме того, я много говорю об этом на наших каналах. О том, что такое политаризм, лучше посмотреть детально в указанном ролике. Здесь же скажу, что Карл Маркс, Фридрих Энгельс, Владимир Ленин считали эту систему самой гнусной и самой чудовищной эксплуататорской формации. Намного более гнусной и намного более чудовищной, чем даже не капитализм, а чем даже рабовладение. Советские же и русские коммунисты, если их можно назвать коммунистами, старательно обходят этот вопрос стороной с 1933 года, то есть уже почти 90 лет. А с какого боку не смотри, именно этот вопрос для КПРФ главный, если она действительно думает о народе. Они используют коммунистическую идею как бренд, позволяющий занимать места в парламентах, всех уровней, да и вообще во власти. И если в КПРФ наконец начнется движение, а я его в упор не вижу, еще со времен КПСС, то это, думаю, будет очень и очень хорошо. Сегодня КПРФ и близко, не партия рабочего класса, а она партия политаристов, или номенклатуры, ну точнее их чести. И придя она к власти, политарная система в России не изменится и близко. А она просто второй раз прикроется красными знаменами. По Марксу, Энгельсу и Ленину в России никогда не было капитализма. А в ней всегда был политаризм или АСП, что Сталин лично запретил преподавать в советских учебных заведениях. Нет у нас никакого капитализма и сейчас. И олигархия у нас по сей день не финансовая, а номенклатурная. И возрождение России невозможно, пока она не откажется от этой архаичной, социально-экономической системы, более примитивной, чем даже рабовладение. Так что лично я приветствую то, что Зюганов так крупно, как говорил Петросян, обосрамился, и желаю КПРФ наконец начать свое радикальное обновление. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики, какие именно вы видите на конечных заставках.